В конце прошлого года ряд севастопольских дорог настигла одна и та же беда. Старый асфальт сняли, а новый не положили. Так произошло и здесь, на повороте в Байдарскую долину со стороны Гончарного. Два с половиной километра пути до съезда на Широкое должны были сдать до нового года за 18 миллионов рублей. Но даже свой государственный подрядчик вовремя не успел. Работы начались в середине декабря. Были задержки связаны с изменением погодных условий, дождем, снегом. Поэтому основные работы закончим сейчас уже в этом году. Осмотреть проблемный участок приехал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Сейчас строители начали создание островка безопасности на повороте с трассы Ялта-Севастополь. Это требование ГИБДД. К вечеру среды обещали уложить полтора километра асфальта, а полностью завершить работы через две недели. Сдать эту трассу, а также улицы Богдана Хмельницкого в Балаклаве и Симонка на северной стороне, должны до 1 апреля. В задержке ремонта этих дорог губернатор винит не подрядчиков или профильный департамент, а своего заместителя Владимира Базарова. Пришлось передать административное ускорение для того, чтобы работы шли большим темпом. Сейчас проговорили то, что необходимо довести эту дорогу текущим ремонтом до Байдарских ворот, до границы с Республикой Крым. Мне кажется, это будет правильно сделать в этом году. После этого будем активнее делать дорогу по улице Новика. У нас все автодор. Сейчас задача стоит именно там, прежде всего, в Балаклаве. Будущую дорогу, которая получит повышенную нагрузку, когда Ялтинское кольцо войдет в реконструкцию. Строительство же второго корпуса детского сада номер 43 в Орлином идет по графику. Это объект федеральной целевой программы. Открыть его планируют уже в этом августе, увеличив количество мест со 180 до 300. Тем самым очередь в единственный детский сад Байдарской долины, а это 14 сел, ликвидируется. Но с открытием нового корпуса появится потребность в квалифицированных кадрах. Медицинское учреждение, бывшее здание, которое перепрофилировать в общежитие, либо предоставить жилье. Это обсуждалось, мы это сделаем. Сегодня я разберусь персонально, где и какой чиновник притормаживает эти действия. А в целом это здание будет приспособлено для специалистов. Сейчас Орлиновский округ активно занимается созданием реестра муниципальной собственности. Туда уже включены три общежития. В Орлином на улице Пахомова 9А, в Родниковом на Кулакова 24. И то самое здание бывшей детской поликлиники на Тюково. В настоящее время здания переданы по актам приема передачи, но поставить на их в реестр имущество, то есть у нас не представляется возможным в связи отсутствия, так сказать. Ну, все в реестр нам отказывают, так как нет основания. То есть земельного участка сформировано под этими зданиями и передано либо в собственность муниципалитета, либо в постоянное пользование. Чтобы произвести реконструкцию, реновацию, как это можно сейчас говорить. То есть нужен, грубо говоря, подменный фонд, куда можно было бы переселить людей, либо организовать проведение работ по таким проектам без отселения. Напоследок губернатор открыл новый фельдшерско-акушерский пункт. Последний, восьмой, который войдет в состав 9-й горбольницы. ФАП «Продником» обслуживает жителей села Подгорное. Более 700 человек, если я правильно помню. Специалист, фельдшер, который здесь будет вести прием, появится с 10-го числа. Он приезжает сюда по программе привлечения молодых кадров. Более квалифицированную медицинскую помощь местные жители могут получить в амбулатории в Орлином. Она включает в себя детскую и взрослую поликлиники, а также дневной стационар. В этом году запланированы капитальные ремонты в стационаре, где располагается дневной стационар. То есть там капитальный ремонт будет с значительными капиталовложениями. И мы думаем, что жители Байдарской долины будут удовлетворены той работой, которую мы проделаем в рамках капитальных ремонтов медицинских учреждений. Потому что оказывать медицинскую помощь мы будем уже на должном уровне. Но, как известно, фельдшерско-акушерские пункты не всегда делают медицину в селах доступной. В селе Дальнем по пути в ФАП жители преодолевают крутую лестницу. В Инкермане на улице Костычева Севздрав не может заключить правоустанавливающие документы на земельный участок под зданием. А в Верхнесадовом с прошлого года нет фельдшера. Вчера буквально по этому поводу решали. У нас, собственно, когда такие вопросы возникают, фельдшер начинает прием по графику. И с главным врачом обсудили вчера прием графика. До конца недели он обещал там закрепить на постоянной основе фельдшера. Там фельдшер сломал ногу. На этой неделе также планируется открытие нового ФАПа в селе Родном. В этом году должны появиться еще несколько фельдшерско-акушерских пунктов. В основном в селах северной стороны. Здания модульные. Строительство каждого обходится в сумму порядка 7 миллионов рублей.